Президент Союза биатлонистов России назвал невозможным серебро Шапулина, газета «Ре-Спорт». Андрей Кульянов-Шумилова рассказал о своем падении деревянной медали. Шапулин надеется, что серебро сделает его поспокойнее, а президент СБР Кравцов, хотя и поздравил сборную с первой медалью, считает, что команда долго запрягает на чемпионате мира по биатлону. В воскресенье первую медаль в копилку сборной России на ЧМ-2015 положил Антон Шапулин, завоевавший серебро в гонке преследования. Он поднялся на второе место, стартовав с 18-го с минутным отставанием от лидера. Шапулин поздравил болельщи с серебром Антон Шапулин стал вторым в гонке преследования на 12,5 километра и принес сборной России первую медаль на чемпионате мира 2015 по биатлону. «Еще до старта понимал, что смогу побороться за медаль в этой гонке», приводит слова Шапулина пресс-служба Союза биатлонистов России. В Кантеолахти сложные погодные условия. Все было возможно, отставание было чуть больше минуты. При таких раскладах можно бороться. После промаха на втором рубеже я уходил десятым. Понимал, что сражаюсь за медаль. На финишный круг с четвертого рубежа ушли вместе с норвежцем Тарьем Бе. Хотел сразу обогнать его, чтобы Чех Шлёзингер к нам не приблизился. Но в итоге обошел его после подъема, заранее наметил это место. Я люблю бегать по сьюты. На чемпионате мира у меня уже были бронзовые медали в этой дисциплине. Надеюсь, что и в масс-старте все сложатся хорошо. Люблю эту гонку. Сейчас с медалью будет немного поспокойнее. Не буду себя накручивать лишний раз. Рад, что мне удалось сделать женщинам подарок на 8 марта. Старший тренер мужской сборной России Александр Каспирович отметил, что гонка у Шипулина получилась хорошей. Со стрельбой он справился, а ход у него сейчас великолепный, прокомментировал соревнования специалист. Никто не сомневался в его готовности. Шумилова уронила награду Екатерина Шумилова стала четвертой в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону. Благодаря безупречной стрельбе она претендовала на бронзовую. Перед спринтом он чуть приболел. Но сейчас он в хорошем состоянии. Мог бы Антон побороться за победу, но промах оставил его на втором месте. Надеялись, что Гораничев сможет попасть в призы сегодня. Шансы были. Касперович рассказал, что президент СБР Александр Кравцов приехал в Кантиолахти как раз в день первой завоеванной сборной России медали. Он уже поздравил нас. Обсудили с ним, что долго запрягаем, сказал тренер. Сам Кравцов также успел прокомментировать выступление Шипулина, отметив, что тот в пассиуте совершил невозможное. Я надеюсь на любого из ребят, которые стартуют на этом чемпионате. Команда работает. Но не получилось уже ни Гораничева, но Антон совершил невозможное. По сути, судьбу гонки решил последний рубеж. Без веры в том, что работа, которая была проделана, будет трансформирована в результат. Не надо было и приезжать сюда. Команда работала и понимает, что приехала сюда показывать результат, а российские болельщики приехали сюда не для того, чтобы смотреть на чужие победы, приводил слова Кравцова AirSport. Драматично и, к сожалению, неудачно для российской команды завершилась женская гонка-преследование. Екатерина Шумилова шла третьей на последнем отрезке лыжной дистанции, но упала на спуске и пропустила вперед соперницу из Польши Веронику Наваковскую-ужемник. Итог. Обидное четвертое место. У меня больше положительных эмоций, скрывала досаду Шумилова. Мужской коллектив с утра нас замечательно поздравил. У нас вся комната в цветах заставлена. Спасибо всем за чудесные эмоции. Это уровень сборной России сегодня Романова посетовала на последний круг, по Чуфарова, на трассу, а тренер мужской сборной Александр Касперович отметил положительную динамику. На Олимпиаде у меня ситуация была гораздо хуже, а потом все сложилось хорошо. Шестое и четвертое места на чемпионате мира – это здорово. Сегодня я отстреляла на ноль. Судьба так распорядилась, что я стала четвертой. На четвертом круге я шла за полькой, видела, как она проходит этот поворот. Там я у нее выигрывала несколько секунд, потому что она заходила на него по широкому радиусу. Растолкалась посильнее. Меня вынесла, и я попала на ледяной комок. Лыжа соскользнула, и я потеряла равновесие. Лыжи просто-напросто выскользнули из-под меня. Отыграть что-то было уже тяжело. Рада четвертому месту. Шумилова выразила готовность выступить в женской эстафете, причем на любом этапе. В свою очередь, Королькевич видит в биатлонистке лидера сборная и считает, что ее нужно ставить на все оставшиеся старты ЧМ-2015. Думаю, Катя Шумилова побежит в полную программу. У нас с ней состоится разговор. Будем готовить ее к индивидуальной гонке, эстафете и масс-старту, приводят слова тренера AirSport. По всей вероятности, индивидуальную гонку также побегут Яна Романова и Екатерина Ирлова. Чемпионат мира в Кантиолахти взял паузу до 11 марта, когда пройдет женская индивидуальная гонка, а на следующий день в аналогичной дисциплине будут соревноваться мужчины. 13 и 14 марта пройдут соответственно женская и мужская эстафеты, а завершится программа ЧМ в воскресенье, 15 марта, двумя масс-стартами. На данный момент лидером в медальном зачете чемпионата является сборная Франции, завоевавшая два золота и серебро. Безусловным лидером этой команды является молодая мама Мари Дори Набер, в сентябре прошлого года родившая дочку. Биатлонистка выиграла два личных золота и помогла команде прийти к серебру в смешанной эстафете. По одной золотой награде на своем счету имеют биатлонисты Германии, Норвегии и Чехии. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона. Читайте также.